Я просто люблю стрелять рыбу. Всем привет на нашем новом канале Скорпена. И сегодня с нами Александр Семенов. Саша, привет. Добрый день. Саша, почему подводная охота? Почему не ловля бабочек, или не серфинг, или не лыжи? Не, ну, на лыжах я тоже катаюсь. Почему? Лыжи тоже присутствуют в моей жизни. Подводная охота, потому что, ну как, во-первых, это какой-то экстрим, да? То есть все-таки я немножко экстремален по жизни. В плане своих увлечений, это первое. Второе, ну, потому что я просто люблю нырять, и когда ты ныряешь, вода тебе дает какое-то ощущение полета, да? То есть ты там можешь парить, летать, ну, кайфовое просто ощущение. А в-третьих, ну, мне просто нравится стрелять в рыбу-карпуном. Ну, нравится, ну, ничего с собой поделать я не могу. На заброшенные, разрушенные корабли тоже нырял? Ну, конечно, 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 конечно. Тем более сейчас вот как раз сезон начинается, весна. Это у меня пойдет, ну, такой рабочий сезон по треске здесь, да? Ну, если, конечно, ветер будет правильный, у нас все зависит от ветра. Если ветер будет правильный, то да, я у нас тут по Балтике всю треску, я в основном на кораблях стреляю. Как давно ты занимаешься подводной охотой уже? Да больше 10 лет, точно. Какая была твоя самая большая или, может быть, редкая? Редкая? Да я не знаю, ну, все всякие рыбы были. Там всякие, там, и щуки, и самы, и карпы, и, я не знаю, там, и какие-то там толстолобы, и, там, групперы. Да, всякая рыба была. Самая запоминающаяся, ну, наверное, я не знаю. Вот последняя щука, да, которую я застрелил, она реально была, реально огромная. То есть, да, как бы, батя у меня был подводным охотником, причем довольно хорошим подводным охотником. Говорит, мама, Гены за забор не выкинешь. Старые ласты от бати остались. Какие? Акванавт резиновый. И, то есть, это мы сейчас тут, там, там, карбон и все такое, а люди как-то на двадцаточку умудрялись горболей, нырять на двадцаточку в акванавте и горболей, стрелять, и ничего, и ничего. Это с нами был Александр Семенов, Саш, удачи. Спасибо, до свидания.